А вы с какой? Так, а можно прочитать? Так, я же вам даю документ, чтобы вы читаете. Я просто это, не пойму, что написано. А что не понимать? Отсвечивай, отсвечивай. Да не надо докрагиваться. Ну хотя бы стабильно держите. Прапорщик полиции. Не надо, фух, говорить. Как-то не надо. Я должен до полного ознакомления, будьте добры. Я не ознакомился. Упокойся, мужики, уважаемые. А я спокоен. У вами нормально пока общаются? Так а вы действительны? Я вам показал документы, а вы уже предприняли. Ваши действия ненормальны. Действия мои нормальные. До полного ознакомления. Действия мои нормальные. Ну что вы? Ну то есть вы отказываетесь. Меня будет учить, как работать, что ли? Да. Что да? До полного ознакомления. Вы что, не понимаете, что мы ничего? Или что? Что вы делаете? Что это детский сад вообще? Кто здесь здесь? А, ну вы не меня, мы не дадим. Нет, не надо. А чему они езжать? Отдайте телефоны, пожалуйста. Потом отдадим телефоны. Вот этот детский сад я не привез тебе вообще. Я приехал, смотрю, ситуация нормальная пока что. Сейчас будем разбираться. Вы что, не слышите меня, что ли? Или что? Детский сад приезжаете, как будто я не знаю. Кто-то подработал ковер, что ли? Или что? Телефоны отдайте. Сейчас фисковые приедут и будут разбираться. Никуда телефоны не денутся вашими. Телефоны отдайте. Второй фисковый, там на степу, товарищи. Второй сотрудник, представьтесь, пожалуйста. А мне написали, 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 написали. Пока не трогают ничего, сейчас приедет фисковый. Мы за рот скрутим, потому что доступ. Вам же сказали, ничего не трогали. Будьте добры, примите заявление. Это вам заявление в сторону Росгвардии, согласно договору. Оформить всех и доставить в отдел полиции. Повреждения есть? Есть. Повреждения? Повреждения. Повреждения. Тоже спиливали. Есть имущество повреждения? Согласны? В общем, дымовое? Да. Я до этого не видел, как было. Ну, я вам показываю. А до этого как было? Еще вопросы есть? А до этого как было? Было не так. Ну, а я как бы могу убедиться, что это они спорты? А как вы могли убедиться? Я вам говорю. Я много чего тоже могу сказать. У меня на видео все есть. Ну, потом посмотрите, видео пока еще честное. Без заявления будете принимать? Будете реагировать или нет? Я уже приехал сюда. Тут никто ничего не делает. Вопрос не в том, что вы приехали. Такие отправные действия никто пока не совершает. Как-то не совершает. Где что? Они повредили вообще домовое имущество, и вот эти двое в черном ограничивали мою свободу передвижения. Я вам еще раз говорю. Сейчас информация передана была в дежурную часть. Мы облажаем дежурную часть, но ожидаем здесь, присутствуем пока. И отдаем честного ваше из-за полиционного интегратора. Все. Пока там нет соседа случая. Пока бумажки можете показать, мы тоже не выходим. То есть отказываетесь? Да почему отказываетесь? Все это примется. Так принимайте. Я не знаю, что на секунду надо все это делать. Сейчас узнаем все. Вы можете поручить своему напарнику. Примите, пожалуйста. Да почему поручать ему? Все. Пока оставьте. Оставьте, сейчас подъеду. Что вы всегда, владельцев, вырываете телефоны? Я не вырываю телефоны. Имя, отчество-то скажите, пожалуйста. Я не смог прочитать. Ну так, я думал, что люди видели, что я долго держал до сверения, там можно прочитать, но не сказать. Не до полного документа. Так он же не позволил на камеру снимать. У вас память хорошая, насколько я знаю. Серьезно? Вы всех запоминаете. Дмитрий Викторович, не вмешивьтесь, пожалуйста, в разговор. Мы разговариваем с сотрудником Росгвардии. Здесь все на вас зациклено. В смысле зациклено? Вы как-то единовично в чем-то? Я хочу с сотрудником Росгвардии поговорить. Ну, хотите. Если он сотрудник Росгвардии. Вам же объяснили это запрещение. Что объяснить? Ожидаем участкового. Ну, ожидаем. Я хочу. Десять раз опять, я тоже самое говорю. То есть участковый становится ваша личность? Ну, что? Я вам объясняю, что ожидаем про это. Сотрудник это. Я это слышал? Ну, что же это? Так ожидаем. Я вам показывал достоверение. Пока ожидаем. Я хочу узнать, как вас зовут хотя бы имя. Я сказал, меня Максим зовут. Максим. Да. Александрович. Достоверение показывал я вам. Правильно? Вы читали. Нет, показали-то показали. Но не до полного. Но когда вы участки держать достоверение, то вы издеваетесь. Нет, пока ознакомлюсь. Нам нужно отключить электроэнергию, поскольку отключение проведено самовольно. Это опасно, пожароопасно. И, собственно, все. Мы закрываем щит. А на работу вас кто полномочит? Распоряжение покажите. У вас есть документы? Да, я вам предоставил. Вот достоверение. То есть на отключение. На отключение это постановление 354 по ПРФ. Конкретно на конкретную квартиру никакого приказа не должно быть. Нет, я думаю, что не должен быть. Распоряжение должно быть. Еще раз. По неоплате? Да, да. Ну, есть справка, двухсправка, пожалуйста, по требованию нашей организации. И все предоставит. При себе оно не необходимо. Как это хорошо? А я против. После окончания работы мне нужно вас опросить. Не вопрос. Как это выполняете? Вы что добро даете незаконно? У него нету доверенности. Он на себя лично действует. А где доверенность? Истребуете доверенность? Вы что делаете? Сотрудник Росвагарии, вы будете доставлять один согласно договору? Заявление примите. Заявление примите, пожалуйста. Заявление примите, пожалуйста. От электроэнергии. От электроэнергии. Статья 215.1. Виктор Владимирович, я хочу написать сообщение о совершенном преступлении. Не уходите. Виктор Владимирович, вы будете лезть, замечательно. Вот так наша полиция бережет нас. Сотрудники Росвагарии, вернитесь, пожалуйста. Вторая, Васильев. Здравствуйте. Мне нужен Рамис Рамисович Вавлютов. День добрый. Он на выезде. Это вы, да? Нет, он на выезде, Рамис Рамилович. А, на выезде. А с кем можно поговорить? С командиром батальона каким-нибудь? По поводу чего? По поводу действий и бездействий ваших сотрудников по вчерашнему вызову. Так, расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Зовут Антон. Проспект Анфамонский, 21-16. Договор заключен... Что? Подождите, подождите. Антона по отчеству? Отчество операционной Николаевич. Фамилия заключена... Договор заключен на персону Антона Николаевича Булгак. Так, Антон Николаевич, правильно? Обращайтесь ко мне по имени Антон. Не, ну, так как бы не культурно. Потому что мы при погонах сотрудники, мы по имени отчеству обращаемся. Не, не, как я хочу, так это... Ну, это мое желание. Для меня это культурно. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени Антона. Ладно, хорошо, Антон. Подскажите, с чем суть вопроса, как бы, ну, узнать, какого бы есть был? Значит, был заключен договор на фамилию Булгаков по адресу Броссвель-Комсомольский, 21, тревожная кнопка. Сейчас, Комсомольский. А Комсомольский сколько? 21, квартира 16. Угу. Значит, вчера была нажата тревожная кнопка, приехал наряд, ваши сотрудники, номер машины есть, не помню, сейчас надо смотреть видео, все на видео есть. А также есть на видео весь процесс сообщения с ними. Значит, они приехали, у меня там какие-то хулиганы пытались общедомовое имущество повредить, что-то в электрощит, начали спиливать этот электрощит, что-то там, какие-то провода выдирать. Вот. Приехали ваши сотрудники, старший наряд, некий Максим, он показал удостоверение, но не до полного ознакомления. То есть у него там корочка, в общем, обложка, она такая матовая, и то есть невозможно было прочитать фамилию, тем более она у него очень длинная, на букву А. И отчество тоже на букву А, в общем, он не дал ознакомиться, отказывался назвать имя, отчество, фамилию. Нагрудных знаков у них нет, индифицировать невозможно. Единственное, что там, я бы успел прочитать, там что-то старший прапорщик, что ли, по полиции. Вот. В общем, этот Максим, старший наряд, ко второму сотруднику у меня нет претензий, только вот к Максиму. Этот Максим меня не слушал, мало того, что не слушал, то есть я ему дал заявление, согласно договору, заявление было написано, что я требую, согласно договору, доставить неустановленных лиц, так как они повреждают общего домового имущества. Плюс ему на словах я озвучил, что там двое ограничивали мою свободу передвижения, на что мне Максим ответил, что заявление он принимать не будет, хотя он его взял в руки под видео и потом положил обратно на тумбочку. Вот. После чего он там сказал, что созвониться с руководством, но он созвонился, сказал, ожидаем, ждем. После чего он взял, выхватил у меня два телефона, у меня два телефона в двух руках были. Вот. Он их два телефона выхватил, забрал себе и не хотел отдавать. После многократного моего требования вернуть телефоны, раза три или четыре я ему повторил, он все-таки положил на тумбочку, туда же, куда есть заявление. В общем, телефоны он не стал присваивать себе. Вот. После чего я начал снимать дальше, я требовал доставить всех в отдел полиции, установить их личности. Они кого-то переписали, кого-то нет. Нет. Я просил узнать там, я несколько раз спрашивал, чьи личности установили и всех ли установили. Он не отказался отвечать. То есть, неизвестно, всех он установил или нет. Он частично уклонялся от вопроса, раза три или четыре я его пытался вывести на эту тему. То же самое с удостоверением, короче, ни отчество, ни фамилия он не называл, только имя Максим. Соответственно, второго я вообще не знаю. То есть, он ни удостоверения не показал, он вообще молчал и стоял в сторонке. Вот. Вызов был примерно в 9 часов утра вчера, 26.07.2021. Вот. Соответственно, дальше что они сделали? Они позвонили, я так понял, вашему руководству. Ваше руководство с телефона 37-94-33. Некто Бахтин без имени и отчества позвонил в полицию и сообщил о каком-то правонарушении. Я не знаю, что там. Номер КУСП у меня есть тоже на видео. Не помню точно. То есть, приехал участковый и сказал вот этим людям, неустановленным лицам, сказал действуйте. Хотя они ему при этом предъявили только удостоверение сотрудника, какого-то там сотрудника, непонятно какой-то фирмы. Ни паспорт, ни приказ, ни распоряжение, ни доверенности, ни уведомления об отключении у них в собой не было. Соответственно, ваши сотрудники участковые совершенно не удовлетворились в их личности, совершенно игнорировали мои требования и мои заявления. И при этом я сказал, что я хочу, чтобы участковый... Ну, наверное, к вам это не относится, но участковый не принял так у меня ни заявление о совершенном преступлении, ни протокол с места происшествия не составил. А ваших сотрудников я неоднократно требовал и просил остаться на месте, вернуться. Они несколько раз пытались уйти след по лестнице вниз. Вернуться и принять заявление, и принять меры. Ну, полный игнор. И, в общем, они, я так понял, сели в машину и уехали. Вот. У меня к вам вопрос. А правомощные ли в действии сотрудников конкретно меня интересуют отъем телефонов моей собственности? Ну, а это у вас их забрали, что ли? По факту он забрал телефоны, но после моего многократного требования вернуть телефоны, он их положил на тумбочку. Не в руки мне отдал, а положил на тумбочку. Так, понятно. Сейчас мы, так, сотрудников постараемся установить, ну, установить их, так, их много. Ну, так много. Вчера по проспекту Комсомольске 21-16 выезжал один наряд. Номер... А я понял. Сейчас мы их вызовем и просим располковать данную инциденту. Видео, видео доказательства всего, что я озвучил, у меня есть, имеется. Я его чуть позже опубликую на канале Сургутнадзоров в YouTube. Так, значит, по видео, то есть, видеосъемке. Антон, если вы как бы говорите, что с вами можно по имени обращаться. Значит, по поводу видео. Как бы наши рекомендации пока вам никуда не выкладывать, потому что... Нет, объясню почему. Потому что сотрудники находились по исполнению. Так. Дальше. То есть, разрешения на видеосъемку у вас, как бы сказать, официального нету. Вы как любитель, то есть, выкладывать видеосъемку... У меня вообще-то статус журналиста и инспектора общественного движения по борьбе с коррупцией при президенте АРФ. Угу. Руководитель подразделения по ХМАУ и по городу Сургут. Руководитель подразделения по городу Сургут. Это первая должность. И вторая, старший инспектор Пахмал. Ну, понятно. Ну, пока... Ну, как, не то, что я рекомендую? Потому что сотрудники не давали свои согласия на укладывание? А я не уверен даже, что эти сотрудники были. Они были в масках и удостоверение мне до полного ознакомления не предоставили. И тем более они действовали не вне рамках закона, вне рамках договора. То есть они... Я не знаю, что бы было со мной, если бы я не встал на порог своей квартиры. То есть я был вынужден после того, как он у меня забрал телефоны, встать на порог своей квартиры, то есть зайти в квартиру. Я так понимаю, никто не вправе вторгаться в жилище без решения суда. Ну, я думаю, это его и становило. Если бы я оставался в коридоре, я не знаю, что бы со мной было. Потому что он был настроен крайне агрессивно. А вступать в какой-то разговор, диалог с человеком, который ведет себя агрессивно, и при этом у него за спиной автомат Калашникова, я не собираюсь. Я вообще ни с кем никогда не конфликтую и не приняю это. Никому не применяю физическую силу и никогда не сопротивляюсь. Все принято. Подскажите вам... Так, завтра будет удобно, во сколько перезвонить? Сейчас у меня руководителя дождусь. Да, запишите, пожалуйста, мой короткий номер телефона. Угу. 66. Угу. 77. Ураг 4. Записал? Еще раз представьтесь, пожалуйста, кто принял? Командир роты, старший царь, полиция Васильев. Васильев. Угу. Все, благодарствую, жду звонка, видео пока придержу по вашей просьбе, но ничего не обещаю. Ну, я хорошо вас услышал. Так, завтра во сколько вам удобно будет позвонить? А, да, еще немаловажный фактор в сторону, ну, я так предполагаю, что это были сотрудники управляющей компании, хотя они тоже никаких документов не показали. Так вот, в сторону управляющей компании, которая якобы управляет нашим домом, да, в 21-м, было вынесено предписание со стороны государственного жилищного надзора по городу Сургут подключить мою квартиру к электричеству, именно подключить. То есть, они ранее приходили в другом составе, то есть, подключить. Крайний срок был вчера, и именно вчера они пришли, и были вызваны ваши сотрудники. Однако, вместо того, чтобы подключить по всем правилам, потому что они в прошлый раз вообще криво все подключили, половина розеток не работает. И получается, что вместо того, чтобы подключить и выполнить предписание государственной жилищной надзорной инспекции, они вместо этого отключили. И я так понял, и Росгвардия, и полиция встали на их сторону, не удостоверив, не истребовав ни одного документа, подтверждающего их полномочия на это. Понятно, понял. Завтра на сколько вам можно будет перезвонить? Звоните в любое время, днем и ночью, принимая звонки. Все хорошо, слышал вас, завтра мы с вами связываемся. Благодарствую. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алик. Алло, здравствуй. Антон Николаевич? Кто это? Это вас беспокоит Александр Федорович, временно исполняющий обязанности Сургутского межмуниципального отдела неедомственной охраны. Имя, что назвали, фамилия? Гердюков. Сердюков, первая буква С, Сергей? Г, Григорий, Гердюков. А вы не подтвердили, вы Антон Николаевич? Слушаю вас. Так, я хотел с вами переговорить по поводу выезда группы задержания на ваш сигнал. Вы нажали тревожную сигнализацию, группа задержания приехала, якобы вы утверждаете, что там группа задержания неправомерно действовала, грубо говоря. Да, отвердаю. У меня есть видеодоказательства. Доказательства в виде чего? Вы записывали, да, их? Конечно. Так, а у меня со слов и рапорт предоставляла группа задержания в плане того, что там приходила к вам управляющая компания ЖЭКа, да? Вас отключали 220 электропитания. Было такое? Кто-то приходил, какие-то шесть лиц в неустановленных. Ну, как каких-то? Ну, потом же установили эти лица, пришел, потом участкового вызвали. Ну, мне-то как собственнику никто не предоставил ни один документ. Ну, как позже выяснилось, вы установили же, что это была комиссия? Серьезно? Это была комиссия? Ну, наверное. Ну, в связи с комиссией же приходят, отключают электроэнергию. Ну, давайте начнем с того, как образовываются комиссии. Кто создал эту комиссию? На основании чего? Ну, давайте не будем. Комиссия, я так полагаю, у вас за неуплату, наверное, ЖЭК и пришел с комиссией, с постановлением о том, что вас отключить. Я не понимаю, почему вы пытаетесь ввести меня в заблуждение и называете вот этих шесть неустановленных лиц комиссии, тогда как ни одного документа, подтверждающего, что это была комиссия, ни у меня, я так предполагаю, ни у вас нету. Ну, хорошо, ну, хорошо, давайте, давайте так, хорошо. Шесть человек пришли в составе, шести человек, вот, это пусть будет, это не комиссия, вот. Мы сделаем запрос в ЖЭК и узнаем, комиссия, не комиссия это была, вот, какие были представители, вот. Ну, потом же туда еще, добавок к этому, вызвали участкового пункта полиции для разбирательства в дальнейшем. Вы что-то все время о других неустановленных лицах говорите, давайте поговорим лучше о ваших сотрудниках, какие их действия. Ну, вот, смотрите, наши сотрудники, кнопка тревожной сигнализации, вот, чтобы, извиняюсь, ложный вызов, допустим, да, ну, в каких случаях она применяется? Она же применяется у нас в тех случаях, когда есть состав административного правонарушения, либо преступления, да, какого-то уголовного там еще, вот, в том случае нажимаете, понятно, экипаж прибывает и на месте он задерживает граждан, вот. Андрей Федорович, да? Нет, Александр Федорович. Александр Федорович, подскажите, пожалуйста. Да, слушаю. Александр Федорович, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, порча общедомового имущества и ограничение свободы передвижения имеют признаки состава преступлений и правонарушений? Порча домового имущества посторонними лицами, да, оно имеет административное правонарушение, вот. Потом вызывается на место участковый, либо там ЖЭУ, представитель, и принимает решение, какой нанесет там ущерб. Подождите, Александр Федорович, вы опять переключаетесь на других. Давайте поговорим о ваших сотрудниках. Вы сказали, что сотрудники выезжают... Да, наши сотрудники, я понял, о чем речь идет. Наши сотрудники на место прибывают, предотвращают какие-либо действия, да, там, если какой-то разгром идет. Вот. На месте задержат и разбираются. Для выяснения обстоятельств вызывается либо следственно-оперативная группа, либо участковый. У меня другие сведения. Я, прежде чем с вами заключить договор, выяснил все обстоятельства с договорным отделом и с вашим юристом. Меня убедили под запись телефонного звонка, что в случае обнаружения неустановленных лиц, все они будут доставлены в отдел полиции по моему письменному заявлению. И там будут установлены их личности, и будут составлены протоколы, там, рапорта, ну, взятые объяснения и все такое. Нет, согласен. Вот если состав преступления какой-то есть, тут, конечно, сотрудники полиции задержат на месте, да, доставляют. И когда тут уже наглядно есть, да, ну, видимые, да, какие-то причины, да, есть обстоятельства по составу преступления, их задержат, понятно, что их и доставляют. Вот. Но на место вызывается следственная оперативная группа. Тут иной случай, понимаете. Тут вот пришли вот группа из шести человек, вот. И покажут нашим сотрудникам о том, что у них есть постановление на руках об отключении электричества. Серьезно? Постановление они показывали? Да. А, я извиняюсь, а где они его показывали? На улице, когда вышли? Потому что в подъезде у меня все на видео заснято, и никто никому ничего не показывал, никаких постановлений. Понятно. Хорошо, мы дальше и глубже будем этим делом, сейчас займемся и разберемся, вот. Просто я, как бы, хотел с вами обсудить, в плане того, что неправомерные действия наших сотрудников, в чем они выражаются, в общем дело. Вот, я вам сейчас поясню. Вот, смотрите, вы сами признали факт, что порча общедомового имущества и ограничение свободы передвижения собственника, в этих действиях присутствуют признаки состава преступления и правонарушения. Соответственно, до этого вы сказали, что ваши сотрудники в таком случае доставляют в отдел полиции. По факту никто никуда не был доставлен. Ваши сотрудники отказались, стаж же по наряду показал удостоверение, но не до полного ознакомления. У него там удостоверение было в какой-то корочке непонятной, в обложке. Почему непонятно? У всех сотрудников, чтобы удостоверение как-то сохранять и был надлежащий вид, у всех есть корочки. Вот поэтому, ну, сотрудник, если вам предъявляет удостоверение, вот, ну, я так понимаю, наверное, скорее всего, вы включали видеокамеру и хотели там снять, да, видеонаблюдение? Нет, 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 я отвел камеру по его просьбе и пытался сам прочитать. Вместо того, чтобы дать мне ознакомиться до полного ознакомления, вы понимаете, я же тоже, как говорится, не новичок в таких делах. Я правозащитой три года занимаюсь, у меня статус журналиста и инспектора и руководителя по городу Сургуты Общественного комитета по борьбе с коррупцией. Нет, ради бога, я... отчества. И ваш сотрудник всячески, ну, не знаю, специально или нет, может, у него руки дрожали от волнения. В общем, у него это удостоверение постоянно двигалось, я не мог прочитать ничего. Понятно. И он тут же его убрал, и я ему несколько раз попыток делал это, назовите хотя бы отчество там или фамилию, или основу удостоверения покажите до полного ознакомления, чтобы я на видео озвучил, под видео. Он всячески отказывался. Более того, второй сотрудник вообще ничего не показал. Он хотел это показать удостоверение там с третьего раза, но ваш старший вот этот, Максим, он ему запретил. Сказал, не надо, одного достаточно, и все. Более того, самое главное, ваш сотрудник вот этот, Максим, старший наряда, забрал у меня два телефона без объяснения причин. Выхватил из рук силой два телефона, хотя я, в принципе, крепко держал. Но я сопротивляться не стал. Я считаю, что это очень глупо и опасно для жизни и здоровья сопротивляться человеку, который перед тобой в каске, в бренджилете, или самое главное, с автоматом калашников за спиной. Какая группа из шести человек, скажем так, они вам представлялись, предоставляли какие-либо документы? Ни один из них мне не предъявил ни одного документа и не показал, и не назвал ни имя, ни отчество, ни фамилию. Ну, у меня другая информация о том, что они пришли отключать вас за должность по электричеству. Мне не важно, зачем они пришли. Я увидел. Они там повешали навесные замки на общедомовой территории, вот этой, да, вот площадка, вот, на электрический щиток. Вот, и написали там, это вывеска там была, что в квартире номер 16 находятся ключи от этих замков. Это же тоже самоупросто, вы же понимаете. Я еще раз, Андрей Федорович, обращаю ваше внимание, что меня пристрижать, уничать в чем-то, у вас, во-первых, нету права, во-вторых, полномочий, в-третьих, я вам уже неоднократно говорил, что давайте разговаривать про ваших сотрудников. Вы опять тему переводите в сторону меня, в сторону шести неустановленных лиц, и в сторону, там, жео, отключения, электричества и все-таки. Давайте поговорим про ваших сотрудников. Про наших сотрудников я услышал, про удостоверение, там, может быть, неловко показал или там мало показал, да, что вы только увидели Максим. Вот, хорошо, это один нюанс. Второй нюанс, я так понял, это, что они их не доставили с места, да? Да, и третий нюанс, как вы называете, нюанс интересный. Ну, вопросы там, я не знаю, проблемы. Ну, вообще, иностранное слово, давайте говорить по фактам. Вот факт, это, не предъявил доставление до полного ознакомления. Факт номер один. Факт номер два. Ваш старший по наряду, Максим, не принял, точнее, он принял, он взял в руки заявление, которое я заранее приготовил. То есть, я там просто дату поставил, поставил в это подпись, вот, и это дал Максиму в руки. Он под видео взял это заявление, внимательно его почитал и сказал, что его брать не будет, и положил на тумбочку. То есть, он оказался принимать заявление в рамках договора о доставлении данных неустановленных лиц в отдел полиции и их обновлении в личности. И объяснение этого, я сейчас разговариваю, и как бы это, материал надо, ну как, я тоже с человеком беседую. Сейчас, секунду, сейчас принесут материал, потому что все на словах, чтобы я тоже видел, понимал. Александр Федорович, вы там с кем-то разговаривали? Да, я отправил, я командир батальона отправил, сейчас пойдет за материалом, чтобы я материал почитал, ознакомился с материалом. Завтра сам найду время, поеду в ЖЭК. Вы все слышали, что ты этого сказал? Да, я услышал, да, я услышал проблемные вопросы, касающиеся нашим сотрудникам. Я унесу, да, озвучил, Александр Федорович, будьте добры, пожалуйста, не перебивайте, не разговаривайте одновременно со мной. Смотрите, это я вам три факта озвучил. Четвертый факт, то, что ваш старший сотрудник, это наряда, Максим, выхватил у меня из рук два телефона. Мне пришлось ему раза три или четыре сказать, верни телефон. Только после этого, там, я не знаю, может, секунд 20-30 прошло, он положил, опять же, на ту же тумбочку эти два телефона. Вы мне скажите, вы усматриваете превышение должностных полномочий в его действиях? Но выхватил в каком случае он выхватил телефоны? Ну вот, я в руках держал два телефона. Он подошел и, ну, я их не снимали, снимали видео, ну, видео, какая разница, что я делал. Я в руках держал два телефона. Он подошел и забрал эти два телефона. Выхватил, забрал силой. Я не смог удержать в руках эти телефоны. Хорошо, я сейчас устанавливаю этот факт. Я сейчас прочитаю материал. Вот, извиняюсь, конечно, что заранее не прочитал, потому что это все на словах. Вот, мне докладывает, было так, это было так. Одно, другое, это потом. Александр Федорович, смотрите, я свою правозащитную деятельность веду более трех лет. Мне никакого смысла врать, там, что-то вводить в заблуждение, там, я не знаю, выгораживать. Вообще нет никакого смысла. Я говорю по факту. Потому что все, о чем я говорю, подтверждается в видео. Непровержимо. А вы видео можете мне предоставить, пожалуйста? Оно будет скоро размещено в общем доступе на канале Сургут Назар в Ютубе. Понятно. Вы не ответили на вопрос. Вот случай, если факт подтвердится, что он действительно выхватил телефон. В его действиях присутствуют признаки состава преступления, предусмотренные статьей 286 УК РФ? Я вам сейчас не могу сказать, при каких это обстоятельствах было. Ну, хорошо. Мне надо посмотреть видео, чтобы я это сказал и дал какую-то оценку. Да, согласен, но благодарю, что вы хоть задумались и решили поднять материалы проверки и посмотреть видео. Ну, я бы хотел видео изначально посмотреть до этого. То есть, вы решили всего выложить в Ютуб, да? А я всегда все выкладываю, мне нечего скрывать. Я действую в рамках закона и по совести, и никогда никому никакой силы не применяю, чужую волю не нарушаю. И ни имя, ни отчество, ни фамилию не скрываю. И паспорт я бы показал. Пожалуйста, смотрите. Ну, в рамках, конечно, закона. Никто не скрывает ни фамилию, ни отчество. Ну, как не скрывать? Если ваш сотрудник, я ему раза три или четыре сказал, назови хотя бы отчество или фамилию. Он ни удовлетворения не показал, ни фамилию, ни отчество, ничего не назвал. Только имя. Ну, Антон Николаевич, я говорю, я не могу сейчас ничего сказать в плане того, потому что я не видел видео. Буду видео смотреть, вот, и как оно там, как оно было. Тогда только могу, я говорю, что-то анализировать и говорить. Потому что сейчас это все на словах. Каждая сторона пытается, да, что-то там, ну, в свою сторону все равно отстоять. Где-то какие-то плюсы прибавить, где-то что-то убавить. Поэтому, ну, надо видео мне посмотреть, чтобы я что-то сказал. Да, согласен. Тогда давайте наш разговор откладываем. У меня есть несколько вопросов. Вопрос номер один. Я бы хотел ознакомиться с материалами дела или что у вас там, проверки или как-то, выезда. В общем, мне нужен рапорт, там, доклады этих сотрудников ваших, вот этого Максима и младшего. То есть, я хочу ознакомиться, что там произошло. Какие документы вы можете предоставить и когда? Да, приходите, можете завтра сюда прийти к нам в отдел, вот, прибыть или приехать, как вам удобно. И завтра здесь мы все это вместе обсудим, посмотрим. Вы мне покажете видеонаблюдение. Ну, видеонаблюдение я вам вряд ли покажу. Почему? Если оно у вас есть, предоставите видеонаблюдение. Оно есть, как вам сказать. Во-первых, это два темпа. Не в общем доступе. Нет, оно еще не в общем доступе. Я пошел вам на встречу, я вчера звонил вам, и наверняка у вас запись звонка есть, и вы слышали, да, о чем мы вчера разговаривали? Нет, я с вами вчера не разговаривал. Я разговаривал с Васильев или Васильцев принял звонок. Вот я про это говорю, что у вас запись звонка наверняка пишется, и, ну, по идее, вы должны были прослушать, перед чем со мной разговаривать. Запись, она записывается, но, к сожалению, я не прослушал, потому что запись сохраняется в архиве, ну, вот, в серверной. Поэтому сотрудник, который с вами разговаривал, он мне на словах объяснил, рассказал, поэтому я решил с вами сегодня созвониться и говорить. Ясно. Ну, вот это, а подскажите, пожалуйста, у вас должность какая, напомните? Временно исполняющий обязанности начальника Саргутского МОО. Ага, время начальника, то есть второе лицо на случай отпуска первое, правильно? Ну, человек по обстоятельствам, вот, временно исполняющий обязанности ушел в отпуске, и меня назначили временно тоже исполняющий. Совершенно верно. Значит, я правильно понимаю, вы сейчас первый человек в данной организации. Главное, ты знал, что. Да, да, да. Отлично. У меня к вам просьба в следующий раз изменить свой подход к решению проблемы и ознакомиться сначала и с рапортами, и с записью аудиозвонка, который был до этого. То есть, вот эти факты хотя бы надо было ознакомиться и проверить, чтобы уже конкретно о чем-то разговаривать. Спасибо, я учту. Учту на будущее. Спасибо. Так, а подскажите, завтра вы до скольки работаете? Не понял. До скольки работаете? До 18.00. Ага. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, прямой номер телефона, чтобы я мог вам напрямую дозвониться. Желательно сотовый. Рабочий, запишите. Пишу. 20 68 18. Добавочная. Добавочная 2. Насколько я понял, это телефон Мавлютов Рамис Рамисович, да? Нет, Рамис Рамилович. А, Рамилович. Добавочная 2. Да, да. Правильно, Рамилович, да? Да. Ага, я бы вчера неправильно записал. Добро, значит, вы на этом телефоне, и к вам можно дозвониться, да? Да, конечно, я всегда на связи. Да, в кабинете. Добро, добро. Ориентировочно в какое время вы можете подъехать? Я очень занят. Я вам сообщу отдельным звонком. Ну, я думаю, в ближайшие дни мы увидимся. Ну, все, до связи, до свидания. Благодарства. Молодой человек, или кто вы там, вы свою работу делаете или как? Вы мне задаете вопрос? У вас должны быть документы, как у полиции. Вы должны были приехать, взять у них документы, и эти документы приобщить к рапорту тех людей, которые приезжали. А они что сделали? Вот про это, Антон, и надо говорить. Извините, у нас где-то Росгвардия не может разобраться с простым вопросом. Вот, знаешь, я тебе, Антон, скажу, приезжают. Ты-то, понятно, ты кто? Ты собственник, отлично. А вы кто? Я такой-то, такой-то. Документы давайте. Есть документы? Да, нет. Вопрос. Документы у вас есть? Да, фамилия. Документы, удостоверяющие личность. Документы, удостоверяющие должность. Документы, удостоверяющие полномочия и документы, подтверждающие направление на осуществление каких-либо действий. Всё. А он начинает с тобой что-то там разговаривать, что-то какие-то тёрки какие-то устраивать. Так вы знаете, чего ты знаете. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений. Отрицание фактов не требует доказательств. Ты отрицаешь, что ты знаешь. С этого момента он обязан получить доказательства и представить тебе. Всё. Поумничать решил. А их там, оказывается, вообще не учат. Приехал по колхозному. Забрал, значит, у того клиента. Он у клиента забирает телефон. С головушкой всё в порядке? Два телефона. Два телефона забрал. Основание изъятия у тебя твоей собственности. То есть, Росгвардия изъяла твою собственность. Документы тебе передали об изъятии собственности? Нет, конечно. Так извини, тебе сейчас надо требовать подавать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении этих разгвардейцев. Всё просто. У меня заключён. Они у меня отняли. Телефон он тебе вернует. Ну, я ему три или четыре раза сказал, верни телефон. Только после этого он положил. Он не вернул в руки. Он меня забрал из рук, выхватил силой. А вернул, положил на тумбочку. Силой захватил? А почему он применяет к тебе силу? Я не знаю. Ну, он ко мне не применял. Он телефоны вырвал у меня силой из рук. Я их держал крепко. Он их прям силой вырвал. Минутку. А он кто такой? Фамилия, имя, отчество? Он не представился. Он показал удостоверение. Но у него там глянцевая обложка. Ни хрена не было видно. Я только это имя Максима успел прочитать. То есть, так об этом и надо говорить. Извините. Перед вами... Это не Росгвардия. Перед вами банда. В форме ментов. Ты заказчик. У тебя заключён договор. И этот исполнитель нападает на, скажем так, на заказчика? Да. У него с головушкой-то всё... Они всё в порядке? Начальник-то что здесь себе названивает? Он, извини, работу-то запустил. У него, получается, не работают люди-то надлежащим образом. Люди не работают надлежащим образом. Они не знают, как себя вести. Поднимай договор. В договоре написано, что прибывшие сотрудники Росгвардии, с которыми у тебя заключён договор, вправе вырывать у тебя телефон из рук? Нет, конечно. Так ему надо задавать вопросы, уважаемые. А что за дела так происходят? Ты мне сейчас задаёшь вопросы. Аудиозапись у тебя есть. У меня видео есть. Ты мне задаёшь вопросы. Видео есть. Он тебе задаёт вопросы. Так они там... Управляющим, подожди минутку. А ты откуда взял, что это управляющая компания? Ты что, такой доверчивый, что ли? Он в РИО исполняющего обязанности руководителя. Да меня не интересует. И в РИО он отвечает за этот участок работы. В РИО, так в РИО. Какая разница? Он исполняет обязанности начальника. Я так правильно понимаю? Ну да. Ну, пусть отвечает. Он разобрался со своими этими? Со своими му**ами-то. Он разобрался? Нет? Это что такое? То есть ты заключил с Росгвардией договор. Ты заплатил деньги. Приезжают какие-то непонятно какие. У**и. Начинают нападать на тебя. Вместо того, чтобы разобраться, что здесь происходит? Совершенно верно. Ну, об этом надо людям-то рассказывать. Скажите, ребятки, а у нас это... У нас в руководителях-то... У руководителей-то с головушкой все в порядке? У руководителей-то организации все с головушкой? Не имеет значения временно исполняющие обязанности. Все в порядке с головушкой? Мавлютов, смотри, этот начальник позавчера был на месте. Я до него не смог дозвониться. Вчера тоже не смог дозвониться. Решил позвонить вчера в дежурную часть. И поговорил там с одним дежурным. Он доложил. И вот это в рио начальника, исполняющего обязанности начальника, мне сегодня перезвонил. Я предполагаю, что руководитель специально ушел в отпуск, чтобы не брать на себя ответственность. Потому что именно он подписал, по-моему. Я не помню, кто подписал договор. А, нет, не Мавлитов подписал. Но Мавлитов почему-то в отпуск ушел срочно. Нет, ну подписал договор, ушел в отпуск. Почему-то нас это не интересует. Ушел человек в отпуск. Вместо себя оставил временно исполняющую обязанности. С этого момента, как другой человек заступил на эту должность, он обязан наводить порядок. Договором прописано, что ты нажимаешь кнопку, когда нападает на твое. Они говорят, что там чего-то, кто-то. Так с этого момента ты должен доказывать, что они-то действовали законно. Ты-то действуешь законно, а ты вызвал на будущее. Я не понимаю вашего вопроса. Все просто. Я нажал. Вы не исполнили свои обязательства. О чем тут разговаривать? Так они там. Еще раз повторяю. Вы не исполнили надлежащим образом свои обстоятельства. Свои обязательства. Все просто. Они не исполнили обязательства надлежащим образом. Они обязаны были прибыть на место, разобраться в чем проблема, потребовать документы, зафиксировать своих документов, написать в рапортах. Мы взяли, потребовали такие документы, установили личности, установили полномочия, установили должности, установили факт того, что эти лица прибыли сюда для совершения тех или иных действий по распоряжению такого-то должностного лица. Вопрос. А что происходит? Я лично не понимаю, что происходит. Заключен договор. Твое имущество у тебя повреждено в результате действий неустановленных лиц. Тебе не надо там, говоришь, я не знаю, что это за лица. Это вы знаете. Ваши бойцы приехали, они установили, что за лица-то были. Вы меня сейчас спрашиваете? Они у них паспорта спросили. Я не уверен, что все показали паспорта Росгвардии. Они куда-то себе блокнот переписали. Когда я ему начал задавать вопросы, все ли шесть лиц установлены, он всячески уклонялся от ответа раз пять, наверное. И в итоге это... Ну, а мне никто из них ничего не назвал. Ни фамилии, имя, ни звания. Она тебе, наверное, сказала, отлично. Вырвал телефон. Хорошо, будем разбираться с твоим начальником. Вопросы есть? Прямо так этим бойцам-то. Вопросы есть? Я с вами разговаривать не буду. На меня напали? Отлично. Сейчас я пишу заявление о том, что вы на меня напали. Они же напали на тебя. Ты вызвал Росгвардию. Они вместо того, чтобы защищать тебя, они на тебя напали. Ничера себе наберут. Да, подожди, Антон, все просто. Берем нормы права. Там все прописано. Последовательность. Устанавливаем личность. Устанавливаем должность. Устанавливаем полномочия. Устанавливаем направление на совершение тех или иных действий. Где документы? Где документы? Он не занимается. Он не занимается. С личным составом надлежащим образом. Увидел на площадке неизвестных лиц, которые лезут в имущество, которое я являюсь собственником. Общедолевого имущества. Они лезут в это имущество. Вызвал наряд полиции. Вместо того, чтобы установить личности, установить полномочия, установить, скажем так, потребовать представление документов, которые подтверждают законность и обоснованность их здесь действия, начинать что-то придумывать. Не надо ничего придумывать. Документы давай. И твоя позиция. Он начинает тебе. Да не надо мне ничего рассказывать. Документы давайте. У всей этой п***и слабое место оформления, документальное оформление того, что я знаком. Там другие люди займутся, скажите, этими документами и все остальные. Документы мне давайте. Мне не надо здесь ничего рассказывать, не надо ничего объяснять. Я сам разберусь. Мне здесь не надо. Я договор заключил, заключил. Деньги заплатил, заплатил. Вместо того, чтобы защитить мое имущество, приехали, у меня телефоны давай отбирать. Кто они такие, у меня телефоны отбирают? Умники нашлись. Все просто у тебя. Ты вызвал, вызвал. Это мое имущество. А это непонятно какие лица. Так это управляющая компания. Кто сказал? Документы попросить у них. Управляющая компания. В глазах что ли у тебя? В голове у тебя щелкнула. Управляющая компания. Документы давай мне. Умник нашелся. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егориですね. Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...